Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Ваишлах, Среда. Вы знаете, очень известный момент борьбы в этой неделе главе Якова с ангелами. Вообще ангелы для нас такие непонятные сущности, хотя их очень свободно описывается в Кабале, их суть, их действия и так далее. Вернемся к человеку и ангелу. Высшее божественное управление, которое существует в этом мире, определяет судьбу человека, задавая такие условия появления его на этот свет. И всю вот эту совокупность причин и следствий, все вместе оно в соответствии с целью прихода конкретного человека в этот мир. А также учитывая его прошлые перевоплощения. И долг человека исполнять возложенные на него условия в том доме, в той семье, в том городе, там где он родился или куда он переехал, потому что некоторым предстоит и дорога тоже. Надо всматриваться, что я должен делать в том месте, где я нахожусь. Ангелов называют стоящими. В книге пророка Захария есть отрывок, описывающий встречу человека и группа ангелов, где человек называется «Как путешествующий следи стоящих». Вот путешественник, наверное, самая подходящая характеристика для описания жизни наших про отцов. И это передалось нам, живущим на земле. Другие создания тоже перемещаются там. Но только человеческие миграции вызваны желанием находиться где-то не там, где я сейчас. В отличие от кошечек, собачек, дубов и даже ангелов, которые довольствуются тем, где они есть и где они находятся, люди постоянно в пути. Все время пытаясь попасть куда-то, желательно туда, где еще до этого не было. Вы обратили внимание, что вообще путешествия или движения – это какая-то там фобия даже. Проблема в том, что все меньше и меньше мест, куда надо стремиться. Раньше люди там шли на запад там все, там сто лет назад. И молодые люди ехали на запад, пока запад не кончился. Потом до Северного полюса один добрался, до Южного. Кто-то покорил ИВРС. Еще там, ну конечно, есть люди, которые оставили свой конкретный шаг на Луне и так далее. Что же остается следующим, следующим? Путешествие в другую галактику, экспедиция в будущее. Странно вот, но если нас Бог поместил в данном конкретном месте, разве он ошибся? Обычно именно там, где стоит человек, и там, где он живет, и там, где он работает, там находится его главная миссия на земле. Все слышали короткую историю, расскажу про бедного портного Хайма, Янкеля из города Вильна, которому приснилось, что сокровище зарыто под одним из мостов в Кракове. Он приехал в Краков, там, на огромный город, он не знает вообще, что там делать, трусится. Там, начал подбираться к мосту, ну тут его заметили охранники, ну он же там целых два часа какой-то подозрительный еврей. Вот они его схватили, значит, ну там, взяли за штирку, и он говорит, да, ну вот, извините меня, но у меня сон. Офицер начал смеяться, говорит, какой сон, говорит, что ты, как вообще, черный человек. Мне, например, вчера приснился сон, что в доме Хайма, Янкеля из Вильна какого-то, в деревне, за стенкой прячется сундук с золотом. Ну и что, я брошу сейчас город и поеду к нему там куда-то ехать? Услышал это Хайма, Янкель вернулся домой, сломал стенку за спичкой и жил счастливо, потому что там был клад. Вот место, где мы стоим, какая мораль притчи, где мы находимся в данные моменты, вот здесь зарыт клад. Если мы находимся где-то здесь, зарыт клад, Бог лучше знает, где мы должны находиться. После того, как все путешествия завершены, после того, как все поиски приключений закончились, остается последний рубеж, до которого кто-то, ну, очень мало тех, кто добрался, а еще меньше тех, кто его покорил. Это мы сами. Мы пересекаем планету вдоль, поперек, космос, там, атом, все, что хочешь, да? Но было, вот вначале, совершенно потрясающее название «Куда нам и надо идти». Это глава Лех-Леха, там слова Лех-Леха в главе, сказанные Авраму, по сути, идти к самому себе. Самый главный путь человека в земле – это идти поиском своей души, к своей миссии, к своему пониманию, к своей индивидуальности. Но к себе, ни к кому, ни к Васе, ни вот к этому, ни к этому, к себе. А когда мы этого не делаем, мы начинаем это перекрывать возможностью физического путешествия. Я поеду туда, я поеду туда. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю, что так устроена структура. Если человек не копается в себе, если не находит себя, вот тогда у него тяга к путешествиям. Когда прозвучал призыв свыше, Аврам мог оглянуться на свою жизнь и увидеть полные, ну, беспрецедентных открытий, достижений. Он был человеком, открывшим правду о едином Боге, посрамившим могущественного правителя, бросившим вызов на огню, там, за свои убеждения. Тысячи людей обратил в монотеистическую веру. Всего этого он достиг, и на 75-м году ему говорят, иди к себе. Он говорит, как? Я же вот видите, сколько сделал. Нет, ты иди к себе, вот что важно. И тут надо понять, что именно с этого момента начался Аврам. Да, предыдущая готовила его к этому, но с этого он начал. Надо освещать место, где находишься сейчас, и нести свет там, где ты стоишь, сегодня, а не в каком-то мифических даре. Человек подобен свече. Пламя ее не тускнеет, когда от нее загораются другие свечи. Надо нести свет, и тогда будет совершенно другой мир. Брахава Ацлаха, давайте светить и не болеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...